Всем привет! В комментариях вы очень просили нас выдать новую порцию клубов, за которые можно начать крутую карьерку. В этом выпуске мы собрали для вас топ 5 клубов, которые в свое время были топчиками, но сейчас они не играют даже в элитных дивизионах. У этих карьер может быть один общий лейтмотив – вернуть их в топ лиги и привести к домашнему европейскому успеху. Жми на лайк, если тебе нравится этот формат и ты будешь ждать его очередного продолжения. И напиши в комментариях, что тебе больше всего не нравится в режиме карьеры в FIFA 20? Сравним наши ощущения. Открывает наш сегодняшний выпуск Лидс Юнайтед. В активе клуба три чемпионских титула в Англии и один кубок страны. В 1975 году Лидс добирался до финала Кубка Европейских чемпионов, но более свежим в памяти является европейский поход йоркширцев в 2001 году. Тогда самобытный клуб добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил Валенсии. И примерно с того момента многие болельщики на постсоветском пространстве стали топить за ту банду. Финансовые трудности привели Лидс к вылету из элиты, и уже 16 лет Юнайтед никак не может вернуться в АПЛ. Не добавляло оптимизма и чехарда в руководстве клуба. Но летом 2018 года наконец наступила светлая полоса. В Лидс пришли серьезные инвесторы из США, которые владеют и клубом NFL Сан-Франциско. И новые боссы сходу привели в клуб легендарного тренера Марселу Бьелсу. И в минувшем сезоне Лидс занял третье место в чемпионшипе, но в плей-офф Юнайтед не повезло. А в текущем розыгрыше чемпионата Лидс возглавлял таблицу на момент остановки турнира. В FIFA 20 в составе Лидса сходу присутствуют 8 футболистов с реальными лицами. Там играет восходящая звезда Келвин Филлипс, опытный боец АПЛ Патрик Бэмфорд, перспективный валиец Тайлер Робертс, опытный испанец Пабло Эрнандес и многие другие интересные личности. Эту банду можно усилить молодыми и талантливыми британцами. Плюс авторитет Бьелсы мог бы позволить заманить в команду и аргентинских звезд, и топчиков, с которыми он пересекался в Бильбао, Марселе, Лацио и Лиле. Единственный небольшой минусик лица – нелицензированный стадион. Герой номер 2 – Кайзер Слаутерн. Второй сезон подряд мы предлагаем этот клуб среди вариантов старта народной карьеры. Но что-то подписчики за него все не голосуют и не голосуют. Четырехкратные чемпионы Германии и двукратные обладатели Кубка страны сейчас прозябают в третьем по силе дивизионе. В 98-м году красные черти под руководством Оттори Хагеля умудрились выиграть Бундеслигу. Они это сделали в сезон после подъема из второго дивизиона. Подобное достижение стало единственным в истории турнира. А еще Кайзер Слаутерн – это самый маленький город, клуб из которого брал чемпионство. В общем, эта карьера должна стать повторением сказочной истории про Золушку, которая найдет свои хрустальные туфельки. Ну или хотя бы серебряную салатницу. Но готовьтесь к тому, что этот путь будет сложным. У Лаутерна мизерный бюджет и состав абсолютно без звезд. Самый перспективный игрок здесь – это 20-летний вратарь Леонард Грилл. Его можно попробовать сделать легендой клуба, которая дойдет с ним из третьей Бундеслиги до элиты. Ну а в остальном придется положиться на воспитанников школы и их перепродажу. В клубе не стесняются легионеров абсолютно из любых стран. Так что любителям подтягивать россиян и украинцев можно смело проворачивать и такие трансферы здесь. Стадион Кайзер Слаутерна не лицензирован. Движемся дальше и наш третий клуб сегодня – это Сандерленд. Пожалуй, в Англии вы сейчас не найдете более депрессивного клуба, чем этот. Черные коты сейчас выступают в Лиге 1, третьем по силе дивизионе Англии. Об этом неординарном клубе Netflix снял сериал «Сандерленд до гроба». На секундочку – это шестикратный чемпион Англии и двукратный обладатель кубка. И неважно, что это было, очень давно. В FIFA 20 в команде есть пять футболистов с реальными лицами. Один из них – это небезызвестный северо-ирландец Кайл Лафферти. Здесь же играет довольно перспективный американский вингер Линден Гуч. Главный враг Сандерленда – Ньюкасл, который вот-вот станет богатеньким Буратино. И в Сандерленде, у которого с баблом беда, можно выстроить политику, обратную сорокам. Берем или бесплатных пацанов с заканчивающимися контрактами или жестких британских бойцов, которых побросала жизнь. Сюда же можно притащить и великого и ужасного лорда Бентнера. И хотя бы ненадолго воскресить его карьеру. В Сандерленде он был неплох и однажды даже поучаствовал в погроме машин фанатов Ньюкасла. Датчанин смотрелся бы здесь эпично. А еще в FIFA 20 воссоздан родной стадион черных котов – Стадион Света. Продолжаем разбавлять английские клубы и на очереди у нас Депортиво. Банда из Ла Коруни завоевала чемпионство в Ла Лиге в 2000 году. Еще через год Супер Депор взял Кубок Испании, который стал для команды вторым в истории. Сейчас эта команда превратилась в лифт и никак не может закрепиться в Ла Лиге, возвращаясь в нее. В изначальном составе Депортиво в FIFA 20 сразу семь футболистов с реальными лицами. Здесь есть бисты стареньких частей FIFA Клаудио Бувю, перспективнейшие испанцы Мухаид и Уго Вальехо, плюс ряд опытных бойцов, наигравших немало матчей в Ла Лиге. Стадион Риасор в игре лицензирован. В лучшие для Депортиво годы погоду здесь делали бразильцы и португальцы. Собственно, на них можно и сориентировать трансферную политику. Перевозите восходящих звезд в Испанию и навяжите конкуренцию Реалу и Барсе. Ну и завершим этот выпуск клубом Nottingham Forest. За него мы играли народную карьеру в FIFA 19. Здесь какие-то лишние представления не нужны. Двухкратные победители Кубка Европейских чемпионов, чемпионы Англии, двукратные обладатели Кубка страны. Брайан Клафф сделал этот клуб легендой. И возвращают его на вершину в режиме карьеры многие любители футбола во многих частях FIFA. В FIFA 20 в составе Forest находится 11 футболистов с реальными лицами. И по меркам игры здесь довольно приличный и играбельный состав. Главные звезды в игре здесь Мэтти Кэш, Джо Уоррл, Жоау Карвалью и Бреннан Джонсон. Эти парни растут за 80. Капитан команды 35-летний Майкл Доусон, зажигавший в Тоттенхэме. Стадион клуба, увы, не лицензирован. Владеет командой греческий бизнесмен Мариан Акис, которому принадлежит и Олимпиакос. Так что после выхода в АПЛ можно подписать кого-то из звезд греческого гранда. Ну и куда же без скупки молодых и талантливых англичан, которых в FIFA 20 полно. Ну а на сегодня все. Ставь лайк, если тебе зашел этот ролик. Пиши в комментариях, какой из этих вариантов карьеры был бы наиболее интересен тебе. И не забывай подписываться на Кибербол. Всем спасибо за просмотр и до скорого.